Он любил её по весеннему, как сошедший с ума юнец. Вечерами отчитал Есенина подбиение двух сердец. Покупал в переходах ландыши, по бутикам искал духи. И пальзамом ложилась на душу, то, что любит она стихи. Сам готовил супы домашние, если мёрзла, то кутал в плед. Казалось, совсем не страшно, эта разница в тридцать лет. Верила, за простыми фразами скрыто то, что любви полна эта девочка большеглазая в тонком платьице изо льна. Но однажды в декабрьской стуже, это было уже зимой. Как обычно, с работы к ужину, не вернулась она домой. Не вернулась она домой. Он метался медведем раненым. В закоулках, ночных дворах. И внутри него, адским пламенем, разгорался животный страх. Он обзванивал все инстанции. Он искал её вновь и вновь. Клеил фото в метро, на станциях, со словами «Ещё любовь». Падал к вечеру, как подкошенный, на пропахший духами плед. И за несколько дней, не больше, он постарел на десяток лет. Он заметил, заметил сразу их. Он услышал знакомый смех. Парень, девочка большеглазая, девочка большеглазая. Та же курточка лисий мех. Попытался ей крикнуть «Как же так?» Кровь прихлынула вдруг к лицу. «Ты меня схоронила заживо!» И сбежала тайком к юнцу. Но, видев себя оброшенного, в отражении витрины снег. Что ей вспомнить о нём хорошего? Он совсем для неё старик. Боль схватила клещами за душу. Он поплялся в родной квартире. Он когда-то дарил ей ландыши. И Есенина ей читала.